Здравствуйте! В эфире главные новости. В студии я Ростислав Белык. Сегодня в выпуске... Наконец-то оно установлено. Сейчас будет запущено. Суд прошел, запах исчез. Жители Маслозаводского переулка добились своего. Здесь погиб герой Советский Союз Любушкин. Здесь танки сгорели. Стелла в честь невернувшихся с войны. В Ливенском районе перезахоронили останки советских воинов. День народного единства. Как прошел ликбез о сути праздника в публичной библиотеке. В нашем городе впервые организуется вечер армянской музыки. Армения, как она есть. Эстрадные песни, стихи и танцы с национальным колоритом. Вечер армянской культуры в Доме культуры железнодорожников. Губернатор Орловской области Вадим Потомский сегодня, 3 ноября, встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В частности, Вадим Потомский проинформировал главу Кабинета министров о социально-экономическом положении региона. На повестке было несколько вопросов. Среди них дорожное строительство, создание особой экономической зоны, финансовая поддержка региона, возобновление работы местных предприятий. Встреча, на мой взгляд, прожила очень хорошо, потому что на рассмотрение Дмитрия Анатольевича было представлено 4 документа. Все 4 просьбы он рассмотрел и поддержал проектирование дороги, чтобы разгрузить город. Строительство новой хорды Орел-Брянск А-141. Дмитрий Анатольевич поддержал и соответствующее указание министру транспорта Соколову Максим Юрьевичу дал. Следующий вопрос, который я обещал неоднократно об этом году рассмотреть, это представить председателю правительства, чтобы рассмотрели вопрос по росту алкоголь-регулированию, для того, чтобы наши предприятия могли работать. Дмитрий Анатольевич дал необходимые распоряжения, достаточно четкие, жесткие и хлопоненную, и чуяную, чтобы никаких препятствий впредь не было, и наши предприятия имели возможность запуститься по полному циклу. Следующий вопрос, который вы осмотрели, это вопрос по особой экономической зоне, чтобы нам было проще, учитывая, что у нас бюджетная ситуация не самая простая, чтобы нам помог в реализации этого проекта открыть акционерное общество особой экономической зоны при правительстве Российской Федерации. Это предприятие, оно государственное, абсолютно 100% государственным капиталом, и такую финансовую поддержку оказывают только в случае личного распоряжения председателя правительства. Такое распоряжение председатель правительства резолюцию, точнее наложил на том прошении, которое было от меня, поэтому особой экономической зоны открытого акционерного общества при Министерстве экономического развития Российской Федерации будут сегодня задеяться для того, чтобы этот проект как можно быстрее реализовали. Было финансовое прошение, чтобы по системе сбалансивности бюджета мы получили чуть больше средств, нежели чем планируется по 2016 году. Дмитрий Анатольевич необходимую резолюцию для министра финансов написал. Надеюсь, что Министерство финансов после такой резолюции нас и услышит, и предусмотрит в ближайшем 2016 году поддержку по финансам Орловской области несколько больше, чем было предусмотрено ранее. В целом, встреча прошла очень конструктивно, мы поговорили по ряду направлений, более того, Дмитрий Анатольевич обещал в ближайшее время упустить Орловскую область, посмотреть наше предприятие, нам есть сегодня что показать. В рамках подготовки 450-летия, в общем, разговор очень толковый, очень деловой, конкретный, и я этим, этой встречей очень доволен. Продолжим выпуск. Руководители МЦНских управляющих компаний сегодня встречали ревизоров из областной столицы. Представители жилы инспекции и областные власти проинспектировали ход капитального ремонта, оценили работу по содержанию домов, дали ряд рекомендаций представителям местного ЖКХ. В целом, по словам главы департамента строительства и ЖКХ Александра Ремиги, ситуация в Амцентске вполне благополучная, однако работы еще предстоит много. Кстати, исправление ошибок, на которые проверяющие указали коммунальщикам в первом Орловском рейде, сделано. Были выписаны штрафы по предписаниям, но, вы знаете, сейчас хорошая динамика появилась, то, что те полгода, пока действуют программы лицензирования, да, после лицензирования управляющих компаний, мы уже можем отметить, что дальше первого предписания дело не заходит. То есть, если жилищная инспекция появилась на территории какого-то дома, вынесла предписание, то оно моментально отрабатывается. Практика подобных выездных инспекций будет продолжена. Сюжет о выездном совещании главные новости покажут в четверг, 5 ноября. К другим новостям. В октябре жители поселка Знаменка получили возможность консультации по текущим платежам в Центре обслуживания населения. А единую квитанцию они получили раньше, чем орловчане, в январе. О том, как приживаются коммунальные нововведения в Орловском районе, Виктория Юркова. В поселке Знаменка заработал Центр обслуживания населения. Здесь теперь можно не только оплатить счета, но и задать вопросы, зачастую возникающие по заполнению квитанции. Помогите мне, пожалуйста, не добраться с квитанцией. Добрая экипа квитанций, набирающихся за месяц, канула в лето. У жителей Орловского района в январе 2015 года получили новые счета, поместившиеся на одной квитанции. Выставил их региональный информационный центр. Получатели ЖКХ-услуг новшества оценили. Все понятно, объяснили, все доступно. Мне понравился такой способ оплаты, все в виде на квитанции указано. Это легко, удобно, приятно, быстро. Новый платежный документ, доработанный. И, как я считаю, специалист, что очень документ составлен грамотно. Увеличена табличка, где указываются показания счетчика, потому что для пожилых жителей нашего поселка это очень актуально. Новый платежный документ содержит данные по горячему и холодному водоснабжению, канализации, ОДН, электроэнергии, содержанию и ремонту жилья, отоплению и вывозу ТБО. И это не предел. Региональный информационный центр, отвечающий за платежный документ, ведет переговоры и с другими поставщиками услуг ЖКХ. На самом деле, такая технология уже опробирована в ряде регионов. Она признана успешной. Я думаю, что Орел в скором будущем придет к тому, что во многих отделениях банков мы будем открывать свои центры. Кстати, первый центр обслуживания населения в Орловской области появился чуть больше года назад. Платить по единой квитанции начали жители города Мценска. Вслед за омчанами новшество дошло и до Орловского района. Работа пошла, интересная работа и качественная работа. Потому что итог, в любом случае, организация такого рода, это сбор, конечно, платежей. С перспективой в будущем, в перспективе с расщеплением. К этому, конечно, все идет. И можно сказать, что работа пошла сразу. Были вопросы, люди все разные, недовольства какие-то. Но, знаете, мы встречаемся очень много с людьми, информационных информируем. И совместно с расчетным центром мы встречались, объясняли. Но на сегодняшний день каких-то всплесков и непониманий у нас нет. Центр обслуживания населения в Орловском районе функционирует на базе местного отделения Сбербанка. Именно сюда обращаются жители со своими вопросами по новой платежке. В отличие от областного центра, где мы пока присутствуем не везде, но обязательно разобьем свою сеть на весь город Орел, в Орловском районе мы обслуживаем практически все ресурсоснабжающие и управляющие компании. Что до областного центра, то там такой единый платежный документ может появиться уже в следующем году. Именно тогда оценить все удобства, а это и отсутствие кипы платежных документов и очередей, а самое главное переход на новый уровень обслуживания, смогут и жители областного центра. Виктория Юркова, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Жители маслозаводского переулка могут вдыхать воздух спокойно. Мы больше не пахнем, заявил руководство Орловского завода растительных масел. В пятницу на предприятии дали старт новой воздухоочистительной установки. Стоит отметить, что голландская система влетела предприятию в копеечку. Два года споров о запахах позади точку поставил суд. Чтобы данная установка носила положительный эффект как для нас, так и в основном для жителей города Орла, и были заранее, то есть начали, были проведены переговоры именно по гарантийным обязательствам производителя. На Орловском заводе растительных масел завершены не только пусконаладочные работы на новой воздухоочистительной установке, но и дан старт. Очень хотелось бы посмотреть результат, потому что работа не занимается за последующим годом. Я еще два года назад с этим столкнулся с проблемами. Проблемы решили 30 миллионов рублей. Такова оказалась стоимость голландской системы, которую смонтировали специально по заказу орловских маслоделов. Выбор системы фильтрации был непростым. Нужно было установить оборудование реально работающее. Снижает загрязняющие вещества, которые мы выбрасываем в атмосферу, в два раза. Установку поставили на крышу. Монтажом привезенной из Голландии конструкции занимали сразу две подрядные организации. При непосредственном контроле иностранных специалистов после всех подготовительных работ объявили запуск. Мы его выбирали долго, потом оно производилось в течение полугода, испытания были проведены. Наконец-то оно установлено, сейчас будет запущено. И представитель компании-производителя голландской фирмы «Аэрокс» в течение еще двух дней будет производить наладку. Предприятие растительных масел не просто установило данную установку и как бы выполнило перед правительством свои обещания, но и будет продолжаться в дальнейшем осуществление контроля за работой данной установки как установщиками и поставщиками данного оборудования, так и независимыми экспертами. Напомним, голландская система будет работать на заводе растительных масел наряду с еще одной установкой, с ростовской. Конструкция под названием «ООК Энерго» была смонтирована здесь в прошлом году, но эффективность ее оказалась не столь высока. Две системы в целом позволят добиться максимумовой очистки воздуха от запаха, на который так жаловались жители переулка Маслозаводской. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. На воинском мемориале у деревни Жерновка, что в Ливинском районе, прошло перезахоронение девяти советских бойцов. Их останки при помощи местных жителей отыскали поисковики из отряда «Ливинский щит» во время их очередной вахты памяти. Дань памяти погибшим отдал и Сергей Быковский. Это поле ратной славы. Как говорят поисковики, здесь каждый сантиметр полит кровью советских бойцов, когда-то остановивших немецкие полчища. Здесь погиб герой советский союз Любушкин, здесь танки сгорел. И за восемь дней боев здесь погибло 20 тысяч наших бойцов и 30 немецов. Теперь местные власти, спонсоры и общественные организации заняты постепенным обустройством рядом в Березовой Рощице. Это мемориала, посвященного тому подвигу и славе русского оружия. Пример этой работы – открытие Стеллы, ставшей одним из элементов комплекса, призванного увековечить память о погибших ливенцах. Стелла появилась по инициативе депутатов и благодаря районному бизнесу. Здесь же братские могилы. В одну из них легли девять неизвестных бойцов, найденных поисковиками из клуба «Ливенский щит». Останки были в одной куче, в яме сброшены. Вот восемь человек мы там нашли. А предположительно был один офицер, потому что там у него был пластмассовый воротничок. Это предположительно. И набор карандашей был. И в озвученном примере, и в случае с девятым найденным бойцом поиск был успешен лишь благодаря тому, что помогли местные жители. Это они указали на места захоронений времен войны прямо в своих садах, на территории частных домовладений. Поисковики замечают, в живых остается все меньше ветеранов. Тех, кто мог бы направить и также показать, где копать. Сейчас на территории Орловской области осталось чуть больше тысячи ветеранов. Самому молодому, воевавшему ветерану сейчас 85 лет. Перезахоронение было торжественным. Проводили, как надо, с оружейным салютом. Были школьники, были ветераны. Церковные служители сотворили молитву. А над всеми ними была звезда на стеле. И казалось, что и она не висит ровно, а чуть склонившись пред героями. Сергей Быковский, Павел Джимабаев, Первобластной канал. Россияне сократили расходы на бары и рестораны, а вот орловских пенсионеров ждет прибавка. Об этих и других новостях подробно расскажет Ксения Туркова, которая представляет экономический блок. Ксения, вам слово. Спасибо, Ростислав. Новости экономики начну с социальной сферы. В Орловской области пенсионерам подняли прожиточный минимум. Величина на 2016 год составит 7800 рублей, заявляет в областном совете. Сумма станет больше на 1300 рублей. Однако в Орловской области прожиточный минимум пенсионера значится ниже, чем по стране. Разница составляет почти 1000 рублей. О работающем населении и его доходах говорили на минувшей неделе городские власти. В первых строках отчета – заработная плата работников образования. За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников учреждений образования в соответствии с указом президента составила в общеобразовательных учреждениях 20 463 рубля, в учреждениях дополнительного образования детей 17 709 рублей, в дошкольных образовательных учреждениях 17 662 рубля. О том, как в этом направлении будет развиваться регион, говорят и областные власти. Правительство Орловской области утвердило прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы. Вот как прокомментировал документ, возглавивший пост руководителя департамента экономики Сергей Филатов. Текущий прогноз и бюджет этого года строится в достаточно сложных условиях. Наиболее острыми проблемами в отраслях экономики остается снижение платежеспособного спроса населения и снижение объемов потребления. Тема кризиса не теряет своей актуальности и в просторах интернета. Своими наблюдениями делится международная аналитическая компания «Нельсон». Этой осенью она провела исследования в городах с населением более миллиона человек, после чего пришли к такому выводу. Россияне из-за кризиса сокращают походу по барам и ресторанам. Чаще же стали посещать заведения фастфуда. Аналитики посчитали, что среди тысячи респондентов, которые в прошлом году хотя бы один раз в месяц посещали заведения общественного питания и досуга, в текущем году половина из них не были в барах. В 2014-м таковых оказалось 28%, то есть почти вдвое меньше. На чем стали экономить орловчане и экономят ли вообще, узнаем далее. Наверное, берут горячие путевки. Вот так они экономят на отдыхе. Я думаю, да. Я лично ни на чем не экономлю. Косменички меньше стало покупать. На чем мы экономим? На масле нашли. Мы работаем руками, мы на чем экономим? У нас денег нет. Вот на лекарств, ну и конечно на продуктах. Самое основное покупаем. Молоко, хлебобулочное, масло. А вот так, чтобы что-то пороскошствовать, нет, не получается. На этом у меня все. О других экономических новостях расскажу вам ровно через неделю. Спасибо, Ксения. В областной публичной библиотеке провели ликбез с целью разъяснения сути праздника, который страна отметит 4 ноября. Историю календарного дня продемонстрировали наглядно и в виде выставки. Наша выставка приурочена к празднованию национального праздника Дню народного единства. И она знакомит нас с накопленным с 2005 года газетным, журнальным и книжным материалом. Сам же патриотический час, на который пригласили молодое поколение орловчан, был организован общероссийским народным фронтом. Выступающие отмечали, что в единстве сила русского народа. Вспоминали имена национальных героев, таких как Зоя Космодемьянская и Николай Гастелло. События, которые вспоминаются сегодня, это события 17 века, когда Русь практически была на краю гибели. И тогда, встал вопрос, будет ли вообще такая страна? Не рассеются ли люди, которые здесь живут? Не попадут ли они в зависимости от других государств? И только сплочение народа спасло страну. В Орловском городском центре культуры прошли торжественные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. Единым духом мы сильны. Единство, оно и проявляется в тот момент, когда особенно тяжело. И вот для меня показалось уместным, что и 1612 год, когда все это произошло, когда Минины Пожарские подняли народ и, так сказать, против супостатов мы пошли, так сказать, защищать свою страну. Тема победы стала центральной в праздничном концерте. Героизм, жертвенность, самоотдача – все это присуще русскому народу. Об этом не раз говорилось со сцены. Это дата великого подвига, ратного подвига народа во имя свободы нашей Родины. Это символ народного единения. Благодаря ему четыреста лет назад государство преодолело глубокий кризис и стало единой великой державой. На праздничный концерт пришли ветераны войны, школьники, студенты Орловских вузов, а также первые лица города. В регионе начались мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Одними из первых отметили календарный праздник представителей армянской диаспоры. Подробности прошедшего концерта в Доме культуры железнодорожников в следующем материале. Дом культуры железнодорожников на днях был наполнен духом Еревана. Армянский народ, армянская речь, армянские песни. Многие исполнители даже не говорили по-русски. Такой вечер для Орла – в новинку. Сегодня в нашем городе впервые организуется вечер армянской музыки с участием звезд армянской эстрады, таких как Нерси Киспериан, Арабо, Лилу. Это для нашего города новое, поэтому мы видим очень много наших сограждан, соотечественников. Артисты достаточно знамениты в армянских кругах. Большой тур проходит по 40 городам России. Начинается в Краснодаре, заканчивается в Уфе. Певцы проходят практически через всю Россию. Орловско-армянское общество, узнав об этом, пригласили артистов в наш город, на что они с большим удовольствием согласились. Этот народ богат своей культурой. Каждая песня – отражение любви к родине, исторических событий, переживаний всего народа. Песни, исполняемые мной, – это народные песни, в которых воспевается история Армении. Все те трагические события и события, где были великие победы. Эти песни уносят нас в прошлое, в них рассказывается практическая история Армении. Это дает зрителю возможность услышать об этих событиях, вспомнить их и влиться в патриотическое русло. Народные воспевания, близкие темы, звонкие армянские голоса артистов – все это дает возможность не только сделать Армению чуть ближе к нам, но и понять людей, которые вместе с нами населяют Российскую Федерацию. Анна Маричева, Антон Яковлев, телеканал «Первый областной». К новостям спорта. Орловский боец Эдуард Трояновский в рамках вечера бокса в Казани 4 ноября приведет свой титульный поединок. Его соперником станет чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе 34-летний аргентинец Сесар Куэнко. Он провел на профессиональном ринге 48 боев, не потерпел ни одного поражения, но, что примечательно, досрочно он выиграл всего два поединка. На счету Трояновского 22 победы и ни одного поражения, при том, что в 19 боях орловчанин нокаутировал соперников в первых раундах. В случае победы Трояновский станет чемпионом мира по самой престижной версии IBF, добавив к двум своим поясам еще один. И на сегодня это все. Интересную информацию сообщайте по телефону редакции 76 10 28, а также 508 0 88. И не забывайте писать к нам на сайт obl1.ru. Также все важные новости города вы можете услышать на волне экспресс-радио «Орел» на частоте 104FM. В студии был Ростислав Белык. Всего хорошего. Несанкционированная торговля – это нарушение закона, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 3 до 50 тысяч рублей. По фактам несанкционированной торговли сообщать по телефону 33 18 40 45 35 46 55 44 34 76 31 18. Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Вернисаж. Уютное кафе на 100 человек с VIP-кабинами. Комфортный банкетный зал на 30 мест, роскошный зал торжеств и огромный бильярдный зал. Живая музыка и караоке. Комсомольская 265. Телефон 77 91 78. Звоните и заказывайте. Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фотосувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка – 250 рублей. Футболка – 500 рублей. Подушка – 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел, Шумяна, 37, первый этаж. Звони. 760908. Памятник в день обращения. danilomaster.ru Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не счета. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10. На экспресс-радио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...